Число месяц год. ФИО старшего оперативной группы. ФИО фотографа. ФИО понятых. Собственно-ручные подписи. Выдержка из протокола осмотра места происшествия. Вещественное доказательство номер 18. Термос. Страна-производитель Швеция. Материал корпуса нержавеющая сталь. Цвет корпуса серебристый. Объём 1 литр. Фотографии объекта прилагаются. Список прилагаемых фотографий страница 25-28. Внутри обнаружены 5 листов кличетой бумаги. Предположительно вырванных из тетради стандартного размера на пружинном креплении. Смотреть фото страница 29-30. С обеих сторон листов находятся записи, выполненные вручную чернилами синего и чёрного цветов. Почерк малоразборчивый с наклоном влево. Мысли разбегаются. Не помню ни числа, ни того, сколько мы здесь находимся. Не могу сказать, сколько нас было в начале похода. 7 человек или 9. Не могу ни на чём сосредоточиться. Очень хочется есть. Кружится голова. Пытаюсь вести записи. Вспомнить. Письмо систематизирует воспоминания. Нина на вопросы не отвечает. Лежит около Печурки. Вроде бы ещё жива. Поход. Да, это был пеший поход. Продолжительность 10 дней. Старт в Нарьянмаре. Финиш в геологическом, где нас забирают в вертолёт и доставляют обратно в цивилизацию. Умеренный экстрим для офисных креветок. Организатор – фирма «Пешие туры» по всей России. Местный представитель – фирма «Сампа». Нашего проводника и мастера-наставника звали Костей. Долетели. Заселились, уложились. Вышли за город. Снова переложили все рюкзаки, теперь согласно указаниям Кости. Участники – москвичи и питерцы. По большей части – менеджеры среднего звена и творческие личности. В первую ночь стояли на озере. Озеро я точно помню. А как оно называлось, уже нет. Большое озеро с прозрачной водой. Вокруг зелёные холмы, ели и сосны. Ночью ходили купаться, жгли костёр, веселились, как в пионерском детстве. Молодое поколение сидело с плеерами в ушах и молча нами гнушалось. Закончились леса. Начались те удивительные места, ради которых мы тащились в такую даль. Тут очень странно. Плавные невысокие холмы или сопки, на которых ничего не растёт. Только камень. Мелкий щебень, цветной. От тёмного, алого и чёрного, до оранжевого и жёлтого. Озёра, соединённые протоками. Бесконечные озёра, протекающие друг в друга. И ни единого зелёного пятна. Разгор лета здесь ничего. Какой-то серый мох, жмущаяся экземлетравка, брусника, костяника. Деревьев нет. Вообще нет. Ни одного дерева. Камень и вода. Километр за километром. Камень, вода и воздух. Огромное небо. Ночью вылезли из палатки смотреть на звёзды. Они здесь мелкие, холодные и колючие. Небо осыпано ими от горизонта до горизонта. Северного сияния не видели. Костя сказал, ещё не сезон. Сколько простора. Сколько пустой земли, где ровным счётом никто не живёт. Вообще никто. Она никчёмная, эта земля. На ней ничего не растёт. Ничего не проживается. Копни чуть поглубже. Наткнёшься на зеркало мерзлоты. Наверное, так выглядел мир до прихода людей. Или будет выглядеть, если ожидаемое БП всё-таки случится. Никого и ничего. Только печального цвета горы. Холодные стальные озёра и пустота. Постоянный, никогда не утихающий ветер с арктического побережья. С тыла зябка. Напеливаем на себя свитер за свитером. Прошли ориентиры местную достопримечательность. Огромный скальный выход под названием Росоха. Чем-то он бы ходил на гору Рашмар. Только без торчащих из камня гигантских президентских голов. Много фотографировались. Увлёкшийся Вадимыч съехал по каменной особи вниз. Чудо, что ничего не сломал. Костя сильно ругался за нарушение правил безопасности. Снова идём. Камни, лишайник, серое небо. Юра, один из подростков, говорил, что читал когда-то рассказ то ли Шекли, то ли Гаррисона об обитателях эдакой земли на выворот. Вот и мы сейчас словно внутри огромного стеклянного шара. Идём по вогнутой стенке к неизвестной цели и будем так идти до скончания времён. Мамаша Юрочки, интеллектуальная дамочка, визгливо засмеялась и сказала, что её отпрыска слишком богатое воображение. А всё от компьютерных игр и висения в интернете. До самого привала Юрик и Инесса Олеговна, его маман, пробирались у меня за спиной. Юрик аргументированно доказывал, что его багаж знаний намного превышает мамашин. Инесса в ответ ссылалась на неведомое компьютерное излучение, выжигающее мозги подрастающему поколению. Серёга нашёл рога. Здоровенные оленьи рога, лежавшие на груди камней и украшенные ленточками. Костя рассказывал интересное про немецких шаманов и колдунов, ходивших в здешние пустынные края за просветлением. В местных легендах упоминается также рогатое поле. Место, куда уходит умирать состарывшиеся олени и заодно с ними шаманы. Поле этого никто не видел. Хотя неугомонная молодёжь в 60-е специально предприняла большую экспедицию для его поисков. Кладбище оленей они не нашли. Зато по случайности наткнулись на неолитическую стоянку и каменное городище. Одно из мест, которые нам обещали показать. Нина, питерская художница, сказала, что по возвращении обязательно нарисует это поле, на котором из камня растут ветвистые оленьи рога. Народ фотографировал череп. Кто-то провязал на рога нелойновый шнурок. Вроде как подношение духу местности. Девицы пожертвовали цветную резинку для волос, сказав, мол, тоже вполне себе лента. Пошли дальше. Два дня были сложных. Горы стали выше и круче. Мы день напролёт то карабкались, то спускались. Достали палки. Потому как на вершинах ветер становился совсем бешеным, запросто сбивая человека с ног. Костя пообещал большой привал перед спуском к городищу и предупредил, что сейчас мы здорово удивимся. И точно удивил. В затишке по склонам холма стояла часовня. Обычная такая часовня, сложенная из брёвен. При том, что на сто или двести километров округе не сыщешь дерево толще, чем кривая полярная берёзка. В стену часовня был вделан здоровенный, местами порежевший ржавчиной лес жестия, на котором просматривались нанесённые по трафарету буквы. Строение возведено в память трагически погибшей группы Ольховского. 1973 год. Вечная память товарищам. Оказалось, в здешних пустынных краях некогда произошла своя версия перевала Дятлова. Хорошо подготовленная группа семи человек вышла в поход и просто-напросто бесследно скинула. К намеченной точке финиша в срок не вышли. В Нарьяне или в каком другом посёлке деревушки не объявились. Завели дело. Начали поиски. Много ли отыщешь в здешних распадках и однообразных холмах, с вертолёта или с малого самолёта, да ещё в те давние времена. Поискали, поискали, да и забросили. Тела так и не нашли. Хороняли пустые гробы. Друзья и одноклубники пропавшего Ольховского собрали средства. Где вертолётом? Где сплавом по рекам? А где просто волоком на своих плечах доставили сюда брёвна? Вроде бы именно здесь наткнулись на следы последней стоянки таинственно пропавшего отряда. Построили часовню, ставшую заодно и местом привала для туристов. Зашли внутрь. Две комнаты. Синяя предбанник для вещей. Комнатка побольше с лавками для ночлега. Маленькие узкие окошки под потолком. Железная печурка. Коленчатый дымоход выведен в одну из окон. Икона на стене Богородица с ребёнком. Развели огонь. Заварили, бомж, пакеты. Прикинули, сколько ещё идти до городища икеологического. Выходило, что идём бодро с опережением графика. Разложили, спальники улеглись. Юрик сидел и крыл на своём айподе, пока Вадимыч не прикликнул на него. Мол, завтра опять без пинка не встанет. Кажется, я вытащил мобилу и попытался дозвониться домой. Бесполезно. Ни одного ретранслятора в округе. Ночью стало душно. Я вылез наружу посидеть покурить. Было полнолуние. Над безжизненной равниной висела идеально круглая золотая луна. Пахло почему-то морем, горьким и солёным. Было хорошо. Пустое и светло. Именно так, как нужно. Может, именно за этим мы ехали сюда от беспрестанной городской суеты. За утренней вознёй мы как-то не сразу заметили, что среди нас нет кости. Решили, он с позаранку решил выйти и проверить маршрут. Ждали час, два, три. Бродили по окрестностям. Кричали, звали. Костя не возвращался. Паша, Нина и я поднялись на вершину сопки. Но всё, что увидели, простор под серым небом. Ни малейшего движения. Может, он заблудился? Боязливо предположила Нина. Паша сказал, что надо задуматься о том, как нам быть, если Костя так и не вернётся. Мобильники нам не помогут. В рюкзаке Кости лежал планшет с картами. Он даже отметил вечером наше местоположение. Одинокая часовня. Координаты такие-то. Но что нам прокус этих координат? В ту самую первую ночёвку мы были испуганы и растеряны. Но твёрдо верили. Нас найдут и спасут. 21 век вокруг как-никак. Если мы спустя три дня не приедем в геологический и не отметимся в тамошнем фиале турфирмы, начнётся беспокойство. Наши родственники будут звонить повсюду, осведомляясь о нас. В Нарьяне есть большой аэропорт. В геологическом есть вертолётная стоянка. Нас найдут. Или Костя сориентируется на местности и придёт обратно. С этого места мои воспоминания становятся путанными и расплывчатыми. При выходе на трассу у каждого из нас было в рюкзаке около 15 килограмм всякой еды. Консервы, лапша, хлеб, чай. Вадимыч предложил собрать общепродуктовый фонд, чтобы всё было на виду, и брать оттуда понемножку, стараясь растянуть запасы. Инесса подняла крик. Мол, как только она доберётся до дома, она засудит и Костя, и турфирмы. Они пойдут по миру и пожалеют, что пытались её надуть. Юрик пытался успокоить свою буйную мамочку. Та орала и вяжала, пока Паша не врезал ей по физиономии. Инесса замкнулась и целый день отказывалась есть. Бродила вокруг дома. В припадке ярости разбила свой навороченный телефончик, потому что тот упрямо пищал нет связи. Снова ночь. Холодно. Кто-то растолкал меня. Спокойная доселе Нина металась по комнате и кричала. Якобы слышат приближающийся кул. Может, это нас ищут? Может, мимо идут какие-то лениводы, которые помогут нам? Мы выскочили наружу, принялись размахивать фонарями и кричать. Я никакого кула не слышал, но Юрик и Дмитрий заявили, что да, они слышат. А потом на нас что-то накатило. Наверное, это и в самом деле было оленье стадо. Огромное. Тёмное. Мимо плыл лес сталкивающихся рогов и быстро перебирающих ног. Плыл в абсолютно извиняющей тишине. Поток оленей беззвучно разделился надвое, огибая часовинку и нас. Они поднялись на сопку и пропали. Нина заплакала, тоненько и безнадёжно. Мы стояли. Мы всех видели, этих оленей. Я даже ощутил запах стада. Острый, вонючий и тяжёлый. Настал день. Где-то за облаками вышло тусклое мутное солнце. Вадимыч заявил, что больше не собирается просиживать здесь штаны впустую. Он выживальщик и походник. Он умеет читать карту и пойдёт по направлению к геологическому. Даже если промахнётся, выйдет к океану. А там есть рыболовецкие посёлки и какая-то связь. Главное добраться до людей, и тогда нам помогут. Он пакует свою долю провианты и выходит прямо сейчас. Кто с ним? «Мама, собирайся», – сказал Юрик. Но Инесса не тронулась в место и затрясла головой. Парню так и не удалось её убедить. Инесса боялась удаляться от избушки, казавшейся для неё самым безопасным местом. Нина и третья наша девица Оксана решили, что станут ожидаться помощи здесь. А я сказал, что останусь женщинами. Вадимыч Юрик и тихий молодой человек, вроде бы Роман, собрали рюкзаки с палатками и ушли. Мы остались. Я надеялся, они найдут в этой каменной пустыне кого-нибудь живого. По моим расчётам выходило, что надо продержаться на оставшихся запасах хотя бы пять или семь дней. Вода у нас была. Километров двух за холмом в распадке лежало озерцо. Ночью я выбрался наружу. Хотел посмотреть, не пройдёт ли снова мимо призрачное оленье стада. Олени не показались. Зато я разглядел танцующие в небе огни и что-то похожее на конный отряд в лунном свете, проскакавшие по склону холма. А может, мне показалось. Дни тянулись. Бесконечные и бессолнечные. Дмитрий решил, что в озере должна быть рыба. Смастерил удочку и пошёл на промысел. К вечеру принёс три какие-то здоровенные рыбины. Мы их очистили от чешуи и с горем пополам зажарили. Рыба была вкусная. Косточки похрустывали на зубах. И мы даже слегка приободрились. Перед рассветом Дима опять собрался на озеро, говоря, что на рассвете самый лучший клёв. К середине дня он не вернулся. И мы с Ниной отправились за ним. Отыскали быстро. Дима, тихий и мёртвый, лежал на отмелии головы в воде. Рядом валяла сетка. В сетке из последних сил билась крупная рыбина. Может, даже лосось. Непонятно, зачем Нина швырнула рыбину в озеро. Мы вытащили тело. Осмотрели. Ни удара по затылку, ни следов от удушья, ни признаков инфаркта. Просто упал и захлебнулся. Мы не знали, что с ним делать. И оставили там у озера. Возвращаясь, услышали дикие крики. Побежали со всех ног к избушке. Паша отмахивался отыной табуреткой. Таскали в зубы и кидалась на него с ножом. Мы едва скрутили нервную московскую дамочку. Паша уверял, что всего лишь попросил её вымыть посуду и поставить чайник. А она схватилась за нож. Позабывший о нас мир неспешно вращался вокруг нашей часовни. Самой одинокой часовни во вселенной. Запасы неуклонно подходили к концу. Мы пытались ловить рыбу. Но видно, что-то делали не так. Больше ничего не поймали. Ночами кто-то бродил вокруг часовни. Хрустела галька под тяжёлой поступью. Доносилось неровное, одышливое дыхание. И скрежет когтей по дереву. Я видел двойную радугу вокруг тусклого пятна, означавшего солнце. Пропала Оксана. Ночью с поразительным воплем я иду, иду, подождите. Внезапно выскочила за дверь и убежала в темноту. Нина теперь всё время молча лежала в углу, завернувшей спальники. Паша упал на осыпи и сломал ногу. Ругаясь, он уверял, что заметил какое-то живое существо. То ли кролика, то ли сурка. И хотел подбить его камнем. Я как сумел, наложил шину. Но Паша почти всё время кряхтел или стонал от боли. Таблетки из наших аптечек не помогали. Инесса где-то пряталась. Во всяком случае, в доме её не было. Становилось всё холодней. Еда заканчивалась. Мы выскрыбли последнюю тушёнку со дна консервы, налили туда воды, вскипятили и выпили мясной отвар. Ходил за водой. Размышлял по дороге о нелепости случившегося с нами. Мы всего лишь хотели пройтись по здешним краям. Ничего больше. Вот они мы, современные люди, обвешанные гаджетами, превратившимися в куски пластмассы с микросхемами внутри. Ничего не знаем, ничего не умеем. Позади часовни был небольшой складров. Мы почти всё сожгли. Чем греться дальше? Мы замёрзнем на этом пронизывающем ветру. Как же местные жители умудрялись выживать здесь сто, двести, тысячу лет назад? Почему это случилось именно с нами? Чем мы провинились? Это дело вовсе не в вине, а в сочетании трагических случайностей. На памятной табличке не было имени Ольховского, руководителя той погибшей группы. Пришло мне в голову. Никто не спрашивал у Кости, как его фамилия. Просто он пришёл к нам в гостиницу. Сказал я, Костя, ваш проводник. Улыбнулся и принялся раздавать страховочные полицы турфирмы. Мы с головой ушли в заполнение бумаг. А потом настала пора собираться и выходить на маршрут. Да нет, всё чушь. Скорее всего, возвращаясь к нам, Костя подвернул ногу и упал. Может, он звал на помощь, а мы его не услышали. А может, он ударился головой о камень, сразу и наповал. Пока меня не было, вернулась Инна. Я вошёл, а она сидела рядом с Пашей и тоскливо смотрела на меня. Она ударила Пашу чайником по голове. И, видимо, не один раз, потому что чайник был весь погнутый. Сказала, он так кричал, а она всего лишь хотела его успокоить. Спросила, не осталось ли еды. Я сказал нет. Обошёл её сторонку и пошёл проверить Нину. Она вроде бы спала. Насколько я не тряс её за плечо, так и не проснулась. Рядом с ней я нашёл тетрадку с её рисунками и вырвал несколько страниц. Сижу, пишу. Выгнал Инну из дома. Она меня пугает. Как смог, описал наше короткое путешествие. Здесь я не останусь. Спрячу письмо в термос. Выйду и пойду, куда глаза глядят. Мне всё едино, куда идти. Тут нет дорог. Только бесконечность во все стороны. Хочу стать её частью. Ветром, озером, замшелой скалой, ягодами и брусники. Вырваться из бесконечного круга. Сойти с дистанции. Только небо и каменистая пустыня. Хорошо, что я один. Никто не будет горевать. Хочу верить, что Вадимович, Юрик и Роман добрались до побережья и встретили рыбаков. Хочу, чтобы Юрик никогда не узнал, что стало с его мамой. Какая не есть всё-таки мать. Она не виновата. Она была всего лишь городской жительницей. Я не мог бросить её подыхать здесь. Она осталась где-то там, неподалёку от одинокой часовни. А я ухожу. Заберусь на вершину холма и постою там один напротив неба. Может, мимо меня пробегут призрачные олени. Или проскочут садники, и одной из наездниц неведомого народа будет Оксана. По большому счёту, я ведь получил то, о чём всегда мечтал. Моё одиночество. Субтитры подогнал «Симон»